один зритель попросил мне рассказать свое мнение о текущих событиях в россии и в мире политика не является темой моего канала поэтому вместо этого я решил подвести итоги этого непростого 2020 года в теме по которой я снимаю ролики начну самого важного с тартарии в этом году слово тартария засветилась сразу в нескольких проектов в том числе в около государственных цитирую статью бизнес газеты 12 апреля мы недостаточное время уделяем татарскому фактору в истории россии уверен академик академии наук республики татарстан индус тагиров один из архитекторов современного татарстана уверен что определение государство образующий народ в кавычках лишнее в конституции рф поскольку роль русского народа и так очевидно почему татары заинтересованы в сохранении целостности россии как реализация проекта штата идель урал могла изменить страну что не так с нашей исторической памятью об этом в интервью тагирова бизнес онлайн индус ризакович ровно месяц назад вы очень ярко выступили на заседании комитета госсовета республики татарстан по образованию культуре науки и национальным вопросам в том числе в рамках дискуссии о появлении в конституции рф определение государство образующий народ в кавычках вы говорили о том что московское государство чуть ли не до конца 17 века в европе называли тартарией рассказывали о существовании интересной печати мы недостаточное время уделяем татарскому фактору в истории россии во первых само московское государство появилась в недрах золотой орды и именно у золотой орды прошло школу государственного управления все что там было воспринято было затем перенята москвой мы с вами помним что великий князь получал ярлык от хана и когда речь шла о наследстве он не указывал кому передает это княжество поскольку такое решение принимал хан это обстоятельство должно быть учтено и уже после того как казань пала а москва становилась все сильнее запад принимал ее как преемника татарского государства как таковое московское государство еще не признавали поэтому для того чтобы общаться с европой и прежде всего в данном случае с голландией и рядом других государств была изготовлена печать 1577 года там написано печать царства казанского и этой печатью подкреплялись документы например договор с голландией 1578 года а также ряд документов и верительных грамот до 1583 года да и потом этой печатью очень долго пользовались видимо до тех пор пока само московское государство не было воспринято как таковое как государство русских до этого даже многих русских воспринимали как татар приодетых европейскую одежду вот эти вещи у нас до сих пор не учитываются таким образом казань пала но европа все еще воспринимала русь как тартарию и соответствующая карта была изготовлена как вы помните в день рождения ментимира шариповича шаймиева ее подарил первому президенту татарстана владимир путин какого века эта карта 17 века это русь но тем не менее это тартария то есть царство казанского нет но она вытаскивала россию на международный уровень вот какая вещь вот татарский фактор удивительный конечно видимо и путин интересовался этим поскольку у него это карта была а еще совсем недавно в казани была выставка екатеринбургского художника сергея потеряева так он назвал свою выставку тартария новая топография почему он интересуется ищет признаки этих татар этой тартарии рустам нургалиевич минишахов тоже посетил экспозицию и он интересуется этим поэтому когда мы говорим о татарском факторе то конечно имеем ввиду ряд обстоятельств которые до сих пор не в полной мере учитываются так вот возвратимся к той самой печати она находилась в особой избе и в особой коробке эту коробку мог открывать только первые воеводы в присутствии второго воеводы идиаков потом после использования по назначению ее возвращали на место о любом нарушении этого порядка сообщалось царю и патриарху то есть вот какая важная печать это было для внутренней политики она тоже использовалась потому что к тем не русским народом которые входили в казанское ханство царь обращался как жителям царства казанского такое обращение присутствовало вплоть до начала 17 века то есть иван грозный на памятнике которым в россии остро реагирует татарстане пользовался печатью казанского царства больше это касается его преемников почему я об этом говорю когда священник дмитрий смирнов говорит что русский народ единственный народ сохранивший государство образующий инстинкт то извините я как раз привожу вот эти вещи вот был и есть такой народ татары и они в таком качестве сохранили не только свой инстинкт а их деяния наложили свой отпечаток на всю российскую историю поэтому говорить только русских как государство образующем народе это конечно не соответствует истине пусть такая формулировка и появится в российской конституции это я сейчас говорю применительно к татарам но роль и других народов тоже была серьезной скажем становление русского характера ведь устойчивость к трудным климатическим условиям народов севера и сибири тоже в русском характере присутствует так или иначе у любого народа тот или иной большой или маленький вклад в становление государство образующего фактора есть поэтому данный фактор должен относиться ко всем народам сегодняшней россии но это обстоятельство я думаю не в полной мере было учтено при подготовке по правах конституцию страны а та самая печать казанского царства сохранилась да только убрали оттуда обозначение печать казанского царства остался герб и поднявший лапу зеланд а поднятие лапы означает наличие власти это герб казани сегодня документы изучал игорь петрович ермолаев примечание редакции историк профессор к фу но их содержание разворачиваю сейчас я между прочим петр первый голландии интересовался тоже ведь не случайно это все равно передавалось так или иначе то есть отношения казанского царства с голландией перешли в отношения руси с голландией конец цитаты полностью статью можете почитать по ссылке статья это появилась во время обсуждения поправок новой конституции слово государство образующий народ оставили но во втором пункте сказано что республики вправе устанавливать свои государственные языки насколько я понял из интервью в бизнес газете казанских историков есть еще какие-то документы или указы связанные с иваном грозным которые бы указали на несколько иной статус этого правителя почему я так решил дело в том что здесь историки вышли из рамок официальной истории говоря что после падения казани европа все еще воспринимала русь как тартарию как же так ведь тартария всего лишь территория согласно официальной истории человек который никогда не слышал про альтернативную версию истории вообще скорее всего не поймет о чем речь упоминается карта подаренная шаймиеву я решил сделать домашнее задание за историка который готовил материал к этому интервью изучил эту карту и так перед нами карта вильяма блау от 1635 года справа внизу в легенде карте написано тартария или империя великого хана граница между россией и тартарии проходит западнее реки яек и далее по репейским горам западнее границы мы видим город булгар находится он в булгарии я находил информацию о том что город булгар был полностью уничтожен тартарами казань же находится между булгарией и черемисами и здесь возникает вопрос какое послание было сделано бывшему президенту татарстана ментимеру шаймиеву этой картой где тартария изображена отдельным государством даже после присоединения казани к россии статье также приводится изображение печати царства казанского сожалению изображение печати не на документе как понятно из принятой конституции инициатива казанских историков была отвергнута в ответ на эту инициативу спустя несколько месяцев был создан проект новая тартария под этим же названием есть канал на ю тубе этого проекта проект был создан республиканским агентством республики татарстан по печати и массовой коммуникации тат медиа и ведет канал заместитель руководителя этого агентства эдуард хайрулин изначально мне было непонятно почему было использовано слово тартария может быть это какой-то проект по расследованию других версий истории пока не появился ролик тартария нарисованная страна цитата из ролика тартария нарисованная страна мифов и фобий основной посыл этого ролика европейские картографы в течение семи веков рисовали несуществующую страну из заблуждений которые были в прошлом можете перейти по ссылке и посмотреть этот ролик мне стало очевидно что проект этот не был создан для того чтобы изучать историю тартарии а скорее наоборот дискредитировать подобные исследования а иначе почему использовали слово тартария они например татария ведь применительно к татарстану это название было использовано первой половине двадцатого века была республика советская татария однако в 1944 году на заседании центрального комитета коммунистической партии в москве было принято решение переписать историю тартарии с целью подавления националистического характера отдельных писателей и историков занимавшихся историей тартарии об этом нам говорит документ цру к сожалению документов этого заседания в открытом доступе в российских библиотеках я не нашел на канале новая тартария утверждает что татарстан как республика существует всего сто лет но не занимается ли здесь руководство тат-медией подменой историей даже такого незначительного периода также подобная информация про тартарию засветилась статье русского географического общества вся правда о тартарии которую я подробно разобрал своем ролике статье нет даже попытки разобраться что такое тартария у меня на канале есть десятки роликов по тартарии и некоторые из них набрали по сотне тысяч просмотров где представлены многочисленные архивные документы и карты тартарии которые говорят что тартария была отдельным государством со столицами в разных городах в разные века с гербом и флагом с правителями которых изображали наряду с правителями остальных государств на тот момент жаль что господа из русского географического общества не ознакомились с ними если посмотреть на управляющий совет русского географического общества становится понятно что это люди которые могут реально повлиять на пересмотр истории. И теперь, отказавшись от Тартарии, я хочу рассказать, от чего они отказываются. Чтобы не быть голословным, буду сопровождать свое повествование с ссылками на письменные источники. В книге, которая называется «Восточная библиотека» или «Универсальный словарь» от 1780 года, в главе, которая называется «История Тартарии», упоминается, что Тартария была империей уже в 1763 году до Рождества Христова. Во многих книгах XVIII и XIX века, не только иностранных, но и российских, утверждается, что Тартария раньше называлась Скифией. Античные ученые в своих географических описаниях упоминают Скифию, начиная с III века до н.э. Наибольшего могущества эта империя достигла во времена правления Чингисхана в XIII веке. На этой карте Мишеля Пико от 1763 года показана территория, захваченная Чингисханом. Территория обозначена розовым цветом. На западе границы этой империи ограничены реками Нестор и Днепр. Города Киев и Нижний Новгород входят в территорию региона Копчак. Вся Сибирь и Дальний Восток названы Тураном. Часть территории Дальнего Востока, территория пустыни Гоби, Китая до Великой Стены и после называется Чиной. Вся Средняя Азия помечена словом Загатай. В состав этой империи входит также Персия с Ираном и Ираком. Есть выход в Южный океан. В центре карты мы видим название Тартари, то есть Тартария. Это никакая не монгольская империя, как сторонники официальной версии истории могут подумать. А вот слово Моголы здесь есть, в Индостане и недалеко от реки Амур. Это самая большая империя из когда-либо существовавших на земле, которая включала в себя самые разные народы. Эта карта является описанием книги, разбор которой мне еще предстоит сделать. В книге, которая называется «География для младшего возраста гражданина Лефортье от 1803 года, перечислены страны и их столицы, и отдаленность от Парижа, и Великая Тартария здесь также упоминается со столицей в Тобольске». То есть на момент начала 19 века эта империя уже существует более 35 веков. То есть вполне возможно, что это наиболее долго просуществовавшая империя в истории Земли. А нужна простая, четкая русская идея, чтобы я мог любой суки из любого там Гарварда на пальцах объяснить «тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть!» Чтобы они не думали, что мы там в России денег украли и железную дверь поставили. Я бы сформулировал национальную идею так. Россия – многонациональная, но единая страна с историей, длившейся с античного времени, впитавшая в себя все языки и культуры всех вошедших в нее народов. Что будет, если руководство страны дальше не будет обращать на очевидные факты истории Великой Тартарии? Обычно что-то хорошее, то, что плохо лежит, не будет лежать бесконечно. И историю Великой Тартарии обязательно кто-то захочет себе присвоить. Кстати, мне удалось найти карту в высоком разрешении, которая висит в актовом зале – здание Русского географического общества Санкт-Петербурга. Карта называется «Изображение земного глобуса» и датируется серединой 18 века. Что интересно, карту удалось найти в библиотеке Конгресса США. Хотя в описании написано, что оригинал карты находится в Российской государственной библиотеке. Но, скорее всего, запись с этой картой изъята из общего доступа в Российской библиотеке. Карта показывает название стран на момент середины 18 века. Отдельно хочу указать на надпись «Великая Татария в центре Азии». Есть также надпись «Татария вольная» и «Татария китайская». Китай отдельно находится за Великой стеной. Великая Татария здесь не является географическим регионом, как утверждает Википедия. Отдельно здесь обозначены Азия, Сибирь. А где же находится Россия? Надпись «Россия» есть, но располагается она недалеко от города Санкт-Петербург. В последнее время мне стали писать следующие комментарии, рассказывая удивительные истории. Процитирую пару комментариев. Про 90 тысяч казахов и 10 тысяч башкир ни слова, ведь они спасли Москву. Стыдно? Да. Французы этот факт не скрыли. Французы говорят, что появились орды казахов и башкир и подожгли Москве и 40 городов и 40 тысяч сел. Из-за этого их развернули обратно на Смоленске. И численность их не соответствует численности официальной истории России, что их было более 100 тысяч, что они трепали и не вступили с ними в линейную схватку, и французы были изнемождены, что они жгли все по своему обыкновению и с удовольствием жгли московские города и села. Об этом также говорит Наполеон в обращении к французской армии в феврале 1813 года. Конец цитаты. К сожалению, эти комментаторы так и не дали ссылок на достоверные источники. Насколько эти утверждения обоснованы? Дело в том, что Великая Тартария не исчезла в один момент. Существуют карты 19 века, в которых Великая Тартария сжалась до небольшой территории в Средней Азии. Именно этим могут воспользоваться постсоветские страны. Лет через 10-20 вопрос в ресурсах станет ребром. Даже обычная питьевая вода станет очень ценным ресурсом. Вот тогда и возникнет вопрос, кому исторически принадлежит земля бывшей Великой Тартарии. Но давайте все-таки разберемся, могли ли казахи воевать с Наполеоном в 1812 году? Перед нами карта Таннера 1844 года, которая называется Россия в Азии и Тартария. Карта находится в библиотеке Конгресса США. Тартария здесь находится в Средней Азии и обозначена розовым цветом. Южнее реки Иртыш мы видим надпись Киргизы. Также есть три области, которые подписаны как Киргизская Малая Орда, Киргизская Средняя Орда и Киргизская Великая Орда. А у меня вопрос, не из этих ли орд пошли жузы современных казахов? Еще одна карта, на этот раз карта из польской онлайн библиотеки. Называется Западная Сибирь, Независимая Тартария, Хива, Бухара. Карта датируется 1850 годом. Территория Независимой Тартарии отделена от России красно-зеленой линии. Кстати, вдоль границы, на стороне Российской империи, идет линия укреплений. Это часть так называемой Сибирской оборонительной линии. Вот вам еще один наглядный пример артефактов Тартарии. Какие народы проживали в этом государстве? На северо-западе Киргиз-Тартары. На северо-востоке Киргиз-Казаки. Собственно, вот вам и ответ. Ни в одной книге, ни на одной картине войны 1812 года вы не найдете казахов. Только казаков и киргизов. Это факт, который подтверждается историческими документами и картами. Другая страна, которая может поспорить за историческую справедливость, это, конечно же, Китай. Несколько лет назад был скандал. Блогеры взяли карты Китая, которые показывают китайским школьникам, и стали выдавать их за реальные современные карты. Блогеры китайский язык, конечно же, не перевели. На картах этих часть Сибири отмечена как китайская территория. На самом деле, это карты по истории, относящиеся к разным династиям. Например, Империя Цинн, 1644-й, 1912 год. Или эта карта, династия Мин, 1368-й, 1644 год. Эти карты демонстрируют в рамках школьного курса истории в китайских школах. Это работа на будущее. Конечно, карты современные, так как исторические карты не подтверждают эту информацию. Точнее, в исторических картах можно найти информацию, что территория современного Китая делилась на Китайскую Тартарию и непосредственно Китай за Великой Стеной. Вот, например, как на этой карте Великой Тартарии написана Тартария Магна 1648 года. Но не все так просто. Например, можно найти такую книгу, где указаны императоры Китайской Тартарии до нашей эры и первых веков нашей эры. Я не буду указывать, где эту книгу можно найти, чтобы не помогать китайцам, если вдруг они увидят этот ролик. И что самое интересное, одной из последних пала Китайская Тартария в 1900 году, во время взятия Пекина войсками Альянса Восьми Держав, во время восстания Ихэтуаней. Учитывая все вышесказанное, считаю необходимым не только признать существование Великой Тартарии как государства, империи в прошлом, но законодательно закрепить правопреемственность Российской Федерации от СССР, далее от Российской Империи и далее от Великой Тартарии. Новость, которая появилась в этом году, касается истории напрямую. В Индии задумались о смене названия страны. Переименование Индии стало предметом специального рассмотрения Верховным судом страны во вторник 2 июня. Сторонники того, чтобы республика именовалась Пхара, требуют убрать слово Индия из Конституции. Как рассказывает издание India Today, проблема переименования страны горячо обсуждалась в конце 40-х годов XX века, когда Индия получила независимость от британского правления. В названии Индия многие видели наследие колониального прошлого, но после интенсивных дебатов в Конституцию были внесены два названия страны – Индия и Пхарат. Теперь же в Верховный суд была подана петиция с требованием исключить Индию в качестве названия страны и сохранить только Пхарат. Заявителем стал жителей Дели, Нама, требующий изменить статью 1 Конституции, которая останавливает название страны и определяет ее территорию. Статья 1 Конституции гласит, что Индия, то есть Пхарат, является союзом штатов. Заявитель говорит, что имя Индия является символом «рабства», при этом он желает в качестве единственного названия страны признать или Пхарат, или Хиндустан, то есть Индостан. Действительно, в Индии в течение последних десятилетий были переименованы многие города и штаты. Так Бомбей уже давно превратился в Мумбай, Мадрас в Ченае, Калькутта в Колькат. Конец цитаты. Удивительно, неужели у индусов получится? Я попробовал поискать название Пхарат на исторических картах, и вы знаете, если название Империя Могола можно найти, то Пхарат я не нашел нигде. Неужели индусы хотят переименовать свою страну, только опираясь на легенды? И последняя интересная новость в этом году. В конце ноября стало известно, что британская королева Елизавета II пожаловала титул барона Хэмптонского и сибирского бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву. Также ему было присвоено пожизненное перство Соединенного Королевства. Сам Евгений Лебедев родился в Москве, и насколько известно широкой общественности, отношения к Сибири он никакого не имеет. Щепетильность в этой ситуации добавляет тот факт, что титул барона с географической привязкой не может быть присвоен без разрешения властей этого региона. Насколько известно, власти РФ не давали такого разрешения, поэтому намек английского двора вполне понятен. И здесь возникает вопрос, что со всем этим делать? Позвольте мне высказать свое мнение. Нужно наконец уже решить вопрос с переносом столицы в Сибирь, о котором так давно говорят. Но лично мое мнение, что не нужно переносить столицу в существующие города, так как в них просто нет необходимой инфраструктуры. Город должен быть отстроен заново, но на месте некогда существовавшего древнего города. Не переживайте, Москва в любом случае останется экономическим и культурным центром. Речь идет о переносе политического и административного центра. Но с переносом столицы должно быть выполнено одно важное условие. Нужно дать один месяц чиновникам и всему правительству на переезд. Если за месяц госслужащий полностью переехал и в Москве не осталась его семья и недвижимость, то человека можно оставлять на службе. Если нет, то сразу становится понятно, насколько человек готов служить этой стране и готов строить ее будущее. И зачем в таком случае человеку занимать место на своей должности? Напоследок хочу процитировать отрывок из романа Виктора Пелевина «Бэтмен Аполло». Самым точным аналогом столицы является введенной американским антропонавтом Карлосом Кастанедой понятие «Assemblage Point» – точка сборки. Так называется светящийся центр осознания, который может перемещаться по энергетическому телу человека. В зависимости от положения точки сборки, на этом теле внимание человека способно собирать совершенно разные миры, даже отдаленно не напоминающие друг друга. Меняется и сам человек. При возвращении точки сборки в исходную позицию он вернется в состоянии, в котором начинал свое путешествие. Все это следует, разумеется, понимать как метафору. То же относится и к положению столицы нации. С той разницей, что из-за инерционности геополитических процессов смена реальности может отставать от сдвига точки сборки. Если говорить о России, то Москва – это положение точки сборки, соответствующее культурному и геополитическому конструкту, известному как Московское царство, для которого характерна всестороннее загнивание и деградация, полувраждебно-полувассальная зависимость от диких южных племен, хамоватое заискивание перед западом, техническая отсталость, косность, всепроникающее воровство и неспособность эффективно контролировать слишком большую территорию. Петербург – это положение точки сборки, соответствующей мировой империи. Понятно, что при сдвиге столицы из Москвы в Петербург, Московское царство будет стремиться к трансформации в Петербургскую мировую империю. А при сдвиге столицы из позиции Петербург в позицию Москва от мировой империи, собранной вокруг Петербурга, со временем останется только Московское царство со всеми его древними неизлечимыми сифилисами. Интересно, что в случае сдвига столицы в позицию Дальний Восток, Россия могла бы войти в совершенно новое для себя Тихоокеанское измерение. Родившись в качестве азиатской державы рядом с Японией и Китаем. Но в настоящий момент такая схема вампирами не рассматривается. Да и русские европейцы в кавычках могут не понять. Им ведь обещали, что уже лет через 20 их начнут пускать в Европу. Конец цитаты. На этом все. Прошу вас оставлять свои комментарии. Также прошу вас голосовать за это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. До следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok